Приветствую! Осталось 10 дней для обновления данных. И это видео, оно для тех людей, которые еще не обновили данные и не могут для себя принять решение, обновлять их или не обновлять, устанавливать резерв, не устанавливать, идти в ТЦК, не идти в ТЦК или идти в ЦНАП и через ЦНАП обновить данные. И вот для того, чтобы вам принять это решение, вы должны, на мой взгляд, понимать негативную сторону этого вопроса. Что будет, если не обновить данные своевременно? Какие юридические последствия могут для вас наступить? И есть ли какие-то шансы избежать в законном смысле этих последствий? То есть можно ли как-то оспорить те действия, которые будут совершать ТЦК и ИСП вследствие не обновления данных? Девизом этого видео будет следующий девиз. Предупрежден, значит вооружен. Именно поэтому я буду рассказывать здесь достаточно много плохих, неприятных вещей. Поэтому если вы привыкли слушать только хорошее, то надо идти слушать тех блогеров, которые говорят только хорошее. Я юрист и я буду вам говорить плохое здесь. Почему? В ваших же интересах. Потому что, чтобы принять то либо иное решение, вы должны знать как хорошее, так и знать плохое. Итак, рассмотрим вариант, что вы не обновили данные. И какие последствия, юридически значимые последствия, с точки зрения закона, это повлечет для вас. Итак, первое последствие это временное ограничение управления транспортным средством. Естественно, это последствие будет касаться только тех людей, у которых есть это транспортное средство. Обращаю ваше внимание, что это именно ограничение управления транспортным средством. Это не арест транспортного средства. У вас изымать транспортное средство не будут. Нет, здесь речь идет только о праве управления. То есть, условно говоря, вы можете передать свой автомобиль жене, брату, детям, родителям, друзьям. Они будут управлять им и все окей. Его никто, ни у кого забирать не будет. Это происходит в судебном порядке. Обращается ТЦК в суд. Перед этим, естественно, ТЦК должны прислать по адресу, по которому вы зарегистрированы. Регистрированы уведомления вам, а если быть точнее, требования именно о обновлении данных. Если вы его не выполните, тогда они идут в суд и, соответственно, суд выносит вот такой временный запрет на управление транспортным средством. Кстати, это не лишение права управлять транспортным средством. Это тоже другой институт. Они схожи, но разные. Можно ли будет это оспорить? Да, на мой взгляд, можно будет оспорить. Объясню почему. Потому что в соответствии с законом о мобилизации данное ограничение может возлагаться только в тех случаях, если человек нарушил свои обязанности по статье 22 закона о мобилизации. А вся прелесть в том, что сегодняшние вот эти 60 дней на обновление данных, они даны нам и установлены не 22 статьей закона о мобилизации, а переходными положениями закона 36.33. Тот, который был законопроектом 10.449. А это значит, что в суде, в принципе, вы можете отстаивать свою позицию. И, кстати, когда ТЦК обратится в суд, суд должен будет вам уведомить о том, что будет рассматриваться это дело, и вы можете заявить свою позицию. Нужно будет акцентировать внимание суда на этом, что в данной ситуации неприменима данная норма закона о мобилизации. Какая будет практика, мы посмотрим, но эта возможность есть. Идем дальше. Что может быть еще? Штраф. Штраф за то, что вы не обновили данные. Естественно, там есть сроки давности, и эти сроки давности установлены в виде трех месяцев с момента обнаружения данного правонарушения и года с момента его совершения. Когда происходит момент обнаружения, на мой взгляд, в этой ситуации нужно будет доказывать, что момент обнаружения это тот момент, когда первый день после окончания периода для обновления данных. То есть, в принципе, там 18 уже июля ТЦК имеет информацию о том, что вы не обновили данные. И, соответственно, с этого момента начинается срок исковой давности. Опять же, это теория. То, как записано в законе, какую позицию займут суды, мы узнаем, когда появится судебная практика. Конечно же, мы с вами знаем, что штраф можно еще и оспорить на том основании, что есть примитка к статье 210. И вот ее еще раз давайте внимательно посмотрим и подумаем, насколько эта примитка может быть нам полезна. Вот эта статья и вот, собственно говоря, та самая примитка. И здесь я хочу обратить ваше внимание на следующие слова. В примитке, мы знаем, написано, что если ТЦК и ЭСП может получить данные из реестров, то, соответственно, штрафа быть не должно. Но я хочу обратить внимание на конкретные слова, которые здесь есть. А ЕС здесь вот такие слова. У рази можливости отрымання. Вот те люди, те юристы даже, которые говорят, да мы легко отменим этот штраф. И прям гарантируют в сети, что они смогут отменить штраф. Ну, у меня вызывают сомнения. Потому что, во-первых, юрист никогда ничего не может гарантировать. Потому что если решение принимает не он, то ну как можно гарантировать, что судья примет то решение, которое ты хочешь? Ну, ты не можешь гарантировать. Совершенно другой человек принимает решение. Вот. И они почему-то забывают про вот эту фразу. Да, вот так спешат понравиться людям, что забыли про вот эту фразу. А вот эта фраза у рази можливости отрымания, знаете, о чем говорит? Говорит о том, что если ТЦК докажет, что у них нема можливости фактической возможности. То есть здесь речь не будет идти про то, что в законе про реестр военнообязанных, в порядке про реестр военнообязанных написано, что они синхронизируются с реестрами другими. Это ничего не значит. То есть в законе написано это хорошо. Но я боюсь, что ТЦК и ЕСП может прийти в суд с письмом, например, Министерство обороны, которым Министерство обороны, там, за подписью министра сообщает суду, что на сегодняшний день технической возможности получить эти данные нет. И у меня здесь вопрос, а вот что будет тогда? Кто за вас заплатит этот штраф? Вот тот юрист, который сказал, что все окей, все мы отобьем в суде, он заплатит. Ну, если заплатит за вас штраф, это хорошо, это класс, вам повезло с юристом. А что если нет? А что если он не заплатит штраф, что если он не сможет по этой статье отменить этот штраф, и этот штраф будет возложен на вас? А что это значит? А это значит, что если вы в течение 15 дней с того момента, как вот эту постанову получите, если вы не оплатите этот штраф, то штраф умножится в два раза. К нему добавится 10% исполнительного сбора и плюс еще арест имущества, арест ваших счетов. Если у вас есть автомобиль, то первый же полицейский, с которым вы встретитесь, заберет этот автомобиль на штрафплощадку, и вы будете платить там примерно по 1500 гривен за каждые сутки пребывания автомобиля на штрафплощадке. И вот вопрос, кто покроет вам эти расходы, если вдруг вы проиграете это дело? И я не говорю, что вы точно проиграете это дело. Нет, просто я хочу вам показать, что может быть, какие варианты развития событий могут быть. И вы должны знать самые плохие варианты развития для того, чтобы принять правильное решение. И последнее. И последнее, о чем мы будем говорить, это о том, что ТЦК и СП и полиция будут рассматривать необновление данных с 18 июля, как административное правонарушение. Вы же прекрасно понимаете, да, что даже если вдруг реестры будут синхронизованы на тот момент, то люди, которые проверяют документы на улице, они не будут об этом думать. При проверке документов, если полиция выяснит, что вы не обновили данные, что будет? Правильно, вас задержат. Они будут слаться на статьи 260, 261 и 262 Кодекса Украины о административных правонарушениях. И они скажут, что мы считаем, что ты совершил админ правонарушение тем, что ты не обновил данные. И, соответственно, мы тебя задерживаем для составления протокола, потому что на месте мы не можем его составить. Его же, по идее, должен составлять кто? Начальник ТЦК и СП. Его здесь нет. Поэтому мы тебя задерживаем, доставляем в ТЦК, а дальше потом будем разбираться. И вот это третье последствие, возможно, оно наиболее существенное из всех последствий не обновления данных, которые, в принципе, существуют. И это тоже нужно понимать. Это тоже нужно учитывать при принятии решения обновлять данные или нет. Друзья, я ни в коем случае не хотел вас запугать. Я ни в коем случае не хотел как-то нагнетать ситуацию, вот запугать, загнать вас там на обновление данных. Это ваше решение. Обновлять данные или не обновлять данные – это выбор каждого человека. Но я хотел донести до вас те наиболее худшие последствия, которые могут быть, чтобы вы, учитывая их, могли принять правильное решение. Ну, либо решение, которое из всех возможных решений в наименьшей степени вам не нравится. Как говорится, выбор за вами. А у меня на этом все. Если вы считаете, что данная информация была вам полезна, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.